Здание Алданского противотуберкулезного диспансера давно исчерпало свой ресурс. В обозримом будущем ситуация изменится. Диспансер переедет в помещение детского отделения. О грядущем новоселье в следующем сюжете. Рабочий день в Алданском противотуберкулезном диспансере начинается в 8 утра, но на местах сотрудники раньше часов с 7. В это время идет забор анализов. Галина Кравченко – регистратор. С каждым, кто приходит в диспансер, Галина Александровна – внимательно, тактично и доброжелательно. По-другому нельзя. Большинство людей бывает, что изломана судьба, поэтому, конечно, нужно их встречать, все расспрашивать и проводить до кабинета врача. Алданская противотуберкулезная служба была образована в 1936 году. Тогда на ручье незаметном располагался маленький поселок, но необходимость в афтезиатрии стояла остро. Сегодня служба включает диспансер, детский кабинет и стационарное отделение. Одно из проблем составляет кадровый голод. В Алданском районе работают два афтезиатра. Должно быть четыре врача. А так коллектив в целом грамотный, работоспособный, организованный. Ну, может решать большие задачи. Финансирование противотуберкулезной службы достаточное. Потребности удовлетворяются в полном объеме. Оставляют желать лучшего бытовые условия. Старое здание диспансера давно исчерпало свой ресурс. Для эффективной работы в туберкулезной службе нам, конечно, нужно было построить типовое здание, чтобы в нем все находилось. И БАК-лаборатория, и клиническая лаборатория, и флюорограф, детский кабинет. Ситуация обещает измениться. Диспансер будет переведен в каменное помещение, где сейчас базируется детское отделение. Последнее, в свою очередь, переедет на территорию центральной районной больницы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.